Уважаемые любители спорта, вы посмотрели несколько роликов о самых крупных победах и поражениях в истории топовых клубов и сборных. Настало время поговорить о результативных ничьих и погрузиться в мир, где счет 3-3 — это не крупный результат, а скромный. Гол 24 представляет подборку самых крышесносных матчей, где не было выявлено победителя. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Легендарный поединок из английского футбола. Последний матч в карьере сэра Алекса Фергюсона, закончившийся безумной ничьей на поле Вестбромвича. К 30-й минуте манкунянцы вели с комфортным счетом 3-0. Казалось, ничто не помешает Фергюсону попрощаться с Манчестером Юнайтед на мажорной ноте. Но на 40-й и 50-й минутах Джеймс Моррисон и Ромелу Лукаку забили по голу. Так комфортное преимущество гостей стало скользким. Затем МЮ провел в ворота дроздов еще два гола. Робин Ван Перси и Чичерита зажгли на табло цифры 2-5. Думаете, пропустив столько болезненных ударов, Вестбромвич успокоился? Да как бы не так. В последние 10 минут хозяева ошарашили Юнайтед тремя безответными мячами. Сперва отличился Юсуф Мулумбу, а затем Лукаку оформил дубль и, наконец, хэт-трик. Финальный аккорд Фергюсона не стал победным. Зато вошел в историю как один из самых памятных матчей в АПЛ в 21 веке. Жвачку Сэра Алекса, которую он выплюнул после игры на газон стадиона Хоттернс в марте 2019 года. Продали на аукционе за 450 тысяч евро, а вырученные деньги ушли в благотворительный фонд. Представьте, как в Манчестере обожают Сэра Алекса, если кто-то из фанатов МЮ выложил кругленькую сумму за кусок пережеванной резины. Шальке Бавария. 6-6. Кубок Германии. 1983-84. Сезон 83-84 оказался одним из самых результативных в истории немецкого футбола. В рамках Бундеслиги команды забивали в среднем по 3,57 гола за матч. Безумие перекинулось и на игры Кубка. Полуфинальная встреча между Шальке и Баварией закончилась сумасшедшей ничьей 6-6. Счет на третьей минуте открыл нынешний президент Баварии Карл Хайнс Румениге. В дальнейшем команды только наращивали темп. К 20-й минуте мюнхенцы вели со счетом 3-2. Но в итоге выявить победителя не удалось ни в основное, ни в дополнительное время. Бавария максимально приблизилась к победе, но ведя со счетом 6-5 к 120-й минуте пропустила гол буквально на последней секунде. Путевку в финал разыграли в переигровке. Там все оказалось гораздо скромнее. Мюнхенцы победили со счетом 3-2 благодаря дублю Румениге и отправили настырных гильзинкирхенцев домой. В финале Бавария по пенальти обыграла Боруссию Мюнхен-Гладбах и завоевала очередной трофей. Рассинг Альбасета. 5-5. Чемпионат Испании. 1995-96. В испанском футболе тоже случались неистовства. В январе 1996 года Рассинг из Сантандера сгонял в ничью с Альбасета. Руку к результативной ничьей приложили два российских футболиста. Дмитрий Попов и Ильшат Файзулин. Первый перешел в Рассинг из Спартака. Второй из ЦСКА. Оба забили в ворота Альбасета по голу. Рассинг на правах хозяев открыл счет на третьей минуте. Но после постоянно уступал. 1-2, 2-3 и 2-4. В период с 73 по 81 минуты зелено-белые огорошили Альбасеты холодным душем. Три безответных гола. И Рассинг ведет 5-4. Впрочем, последнее слово осталось за гостями. Они буквально сразу выправили положение. И не позволили сантандерцам отпраздновать сверхволевую победу. Три очка у Рассинга украл футболист с озвучной фамилией Луна. К слову, это не самая результативная ничья в истории примеры. В сезоне 1949-50 Атлетико и Атлетик разошлись миром со счетом 6-6. Леон Марсель 5-5. Чемпионат Франции 2009-10. Самая безумная ничья в истории Лиги 1. 5-5 в исполнении двух олимпиков в ноябре 2009 года. Вакханалия началась голом Миралема Пьянича, который тогда выступал за Леон. Марсель стремительно отыгрался, но также быстро пропустил снова. На этот раз в составе Леона отличился вице-чемпион мира Сидней Гаву. Что было дальше? Настоящий карнавал. На 44-й и 47-й минутах Марсель закинул в ворота хозяев два мяча и повел в счете. 3-2. Гол Брандау. Бывшего игрока Шахтера. Казалось бы, снял все вопросы о победителе матча. Но Леон не собирался сдаваться. В последние 10 минут команда Клода Пюэля огорчила подопечных Дидье Дешама тройным попаданием в яблочко. Дубль Лиссандра Лопеса. Гол Мишела Бастеса. И вот уже впереди Леон. 5-4. И все же большинство зрителей покинули стадион Жерлана отнюдь не в приподнятом настроении. На 92-й минуте Жереми Тулалан срезал мяч в собственные ворота и подарил Марселю ничью. Я не ожидал от своих футболистов такой игры. Они нашли в себе силы, чтобы проявить характер и бороться до конца. Несмотря ни на что, команда играла великолепно. Мы забили 4 совершенно бесподобных мяча. Но Марсель тоже был силен. Заявил после игры главный тренер Леона Пюэль. Ливерпуль-Арсенал. 5-5. Кубок английской лиги. 2019-20. Мы не можем не вспомнить матч, который случился совсем недавно. Ливерпуль и Арсенал устроили настоящий спектакль в 1-8 финала Кубка английской лиги. Команды взяли быстрый старт. На шестой минуте многострадальный защитник Арсенала Шкадран Мустафи отправил мяч в собственные ворота. Затем лондонцы стремительно наказали смешанный состав Ливерпуля тремя голами. Отличились Лука Старейра и Габриэл Мартинелли. Бразилец оформил дубль. Игроки настолько вошли во вкус, что к 62-й минуте на табло горели цифры 4-4. А голы залетали самые сумасшедшие, чего стоит один выстрел Алекса Окслой Чемберлина. Арсенал ответил своей пушкой из-за пределов штрафной площади. Джо Уиллок практически принес канонирам победу. Но команда Юргена Клопа сравняла счет в добавленное время и выиграла серию пенальти. Приходя в Арсенал, Уна Эмери сообщил, что предпочитает побеждать со счетом 5-4, нежели 1-0. Мечта Эмери практически сбылась. От победы со счетом 5-4 баскского коуча отделил последний гол Дива Каариге, а также промах Дани Сибальеса в серии 11-метровых. Чарльтон. Миддлсбро. 6-6. Чемпионат Англии. 1960-61. Второй дивизион. Редкий счет 6-6 случался в английском футболе всего два раза. Первый в 1930 году. Тогда по шесть голов друг другу забили Лестер и Арсенал, выступавшие во второй по силе лиге. 30 лет спустя их достижения повторили Чарльтон и Миддлсбро. Дело вновь происходило не в высшем чемпионате, а в дивизионе за номером два. Та игра стала одной из первых в карьере Брайна Клаффа в качестве игрока, который в будущем станет великим тренером и приведет Дерби Каунти и Ноттингем Форест к титулам чемпионов Англии. А с Ноттингемом возьмет два кубка чемпионов. Клафф в том матче оформил хэт-трик, но злился на партнеров по Миддлсбро, особенно на защитников, которые умудрились пропустить шесть голов и свести матч на ничью. Правда, существовало резонное оправдание. Поле на стадионе Вэлли было до нельзи раскисшим от грязи, и игрокам приходилось прикладывать дополнительные усилия для банального перемещения из точки А в точку Б. Отсюда такой необычный счет, который скорее подходит для незавершенной партии в теннис, чем для футбольного матча. А теперь следующий вопрос. В знаменитой ничьей Ливерпуле и Арсенала со счетом 4-4 покер оформил Андрей Аршавин. Друзья, а кто еще из игроков Арсенала оформлял покер на Энфилде? Причем не так давно. В 2007 году. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.